Так случилось, что вся дружба молодой плеяды писателей и поэтов Булат, Роберт Рождественский, Вознесенский, Евтушенко и Бела, и примкнувшая к ним я, это был ЦДЛ. Для меня он запомнился великой радостью, веселью, капустников. Мы колбасились там, как могли. Мы жили на какие-то копейки, но их прекрасно. Мы поедем не туда-туда, и прекрасно, мы вместе. К юбилею Зои Богуславской. Андрей и Зоя на нашем канале. Сегодня мы с вами находимся в Лейпциге, в доме, где жил и умер Феликс Мендельсон Партольди. И разговор у нас сегодня здесь состоится с президентом фонда Мендельсона в Лейпциге. И это Елена Башкирова, которая всем нам очень хорошо известна. Вёта говорил про него, что он был знаком с одним чудным ребёнком, это был Моцарт. А второй, с кем он может сравнить Моцарт, это Феликс Мендельсон. Он был окружён действительно интеллектуальной элитой того времени, великими людьми действительно. Просто назову нескольких. Клара и Роберт Шуман, Рихард Вагнер и даже Ганс Кристиан Андерсон. Это невероятно совершенно список людей. Брамс сказал в своё время, он сказал, что он дал бы всё своё творчество за первую тему гибридов. Ну как-то супер у него не заладилось. Но может быть он бы написал её, если бы он дальше жил. Потому что я писал, он для вокала замечательно. Вагнер писал столько опер. Нет ничего симфонически важного. И камерной музыки нет. Ничего нет. Только опер. А этот наоборот. Елена Вашкирова в авторской программе Ирина Никитина «Энигма» на телеканале «Культура». Караян умел слушать певцов, как никто. Он часто указывал в их сторону со словами «Слушайте, как они поют! Мы должны сыграть так же!» Он был самой влиятельной фигурой в мировой музыкальной индустрии. Тогда шутили. Моцарт родился в Зальцбурге, родном городе Караяна. Я думаю, что тщеславие ему было не занимать. Но когда он служил музыке, он прятался за завесой скромности. Как-то Караян сказал, «Я предоставляю певцам всю необходимую свободу для воплощения в жизнь моих задумок». Для артиста лучше, когда о нем нет единого мнения. Когда люди не говорят, ну что ж, это было мило. Посмотрите на него после выступления. Он уходит, как маленький ребенок. Так и хочется ему сказать, куда же ты, зрители хотят тебя видеть. «Великие мгновения музыки. Кавалер Розы». В исполнении Герберта фон Караяна. 21 апреля. На нашем канале.